МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! На Тюменском времени программа объективные итоги недели. Хороший город тот, в котором удобно жить. Судя по всем последним всероссийским конкурсам, Тюмень относится именно к ним. Хотя нам с вами всегда хочется еще лучшего. Судя по всему, нынешний год обещает быть богатым на работу по благоустройству. Что может стать новым центром притяжения для тюменцев и гостей города? У кого появится обновленный двор? И можно ли назвать Тюмень зеленым городом? Об этом мы не только поговорим с гостями программы. Волерт Роман Викторович. Окончил юридический факультет Тюменского госуниверситета. В 2005 году начал работать специалистом в управе Ленинского округа города Тюмени. В 2014 назначен главой управы. Осипов Дмитрий Александрович. Окончил Тюменский государственный институт мировой экономики и управления и права по специальности юскруденции. С 2006 года начал трудовую деятельность компанией «Инфорсервис» в должности юриста. Сейчас генеральный директор нового дорожной технологии. Депутат Тюменской городской думы 6-го созыва. Заместитель председателя комиссии по бюджету, налоговым и финансам. Руководитель Тюменского городского исполкома партии «Единая Россия». С гостями встретимся чуть позже. Теперь наш первый сюжет к теме. В этом году в Тюмени планируется обустроить 14 зеленых уголков. На их территории высадят 200 деревьев, свыше тысячи кустарников, оформят более 21 тысячи квадратных метров газонов и поставят 65 скамеек. Помимо этого, в планах благоустройство 38 придомовых территорий, 70 многоквартирников. Там сделают парковки, детские площадки, кое-где заменят сети. В утверждении проектов дворов примут участие сами жители. Также в 2018 в Тюмени продолжат благоустройство Гилевской рощи, а ко дню города планируют завершить работы по обновлению парка Затюменский. Строители будут работать и на территории скверов Льва Ровнина, Александра Моисеенко, Петра Потапова. Запланировано обустройство Южного пруда. Там поставят большую многофункциональную спортивную площадку. На то, как именно будут оформлены зеленые уголки, могут повлиять сами тюменцы. На сайте проекта «Я решаю» сейчас проводятся опросы по их благоустройству в Калининском и Восточном округе. В частности, горожанам предлагают выбрать дизайн скамейк и урн. Причем для каждой зоны есть свои варианты, как в классическом, так и в современном стиле. Здравствуйте, Дмитрий Александрович, здравствуйте, Роман Викторович. Здравствуйте, добрый день. Вот это небольшая информация, ну такая квинтэссенция того, что должно происходить у нас в ближайшие месяцы, я думаю, особенно с наступлением тепла. Дмитрий Александрович, ну вот не секрет, что у властей, да я думаю, в любом регионе России, очень напряженно складываются диалоги с экологами особенно. И вот информация особенно про 200 деревьев, я думаю, она может каким-то образом вот градус этого диалога понизить. Вопрос дискуссии по тем или иным направлениям развития городского пространства в целом, это нормально. Самое главное, чтобы это было в корректной форме, чтобы это было достаточно профессионально, и чтобы вот те демократические процедуры, которые сегодня существуют, они были реализованы. Мы каждый можем иметь свое мнение по тому или иному вопросу, но мы должны приходить к единой точке зрения, вот на основе как раз вот этих процедур, которые сегодня существуют, и того разумного диалога, который есть. Принять такое решение, чтобы оно устраивало абсолютно всех, я убежден, невозможно, пожалуй, не по одному вопросу. Действительно так, да. И порой людям необходимы абсолютно противоположные вещи. Кому-то нужен парк под окнами, а кому-то нужна автомобильная парковка. И как привести тут компромиссу, эти две диаметрально противоположные точки зрения, пожалуй, это невозможно. Но определить, какая часть большинства все-таки выбирает то или иное решение, это можно. Роман Григорьевич, Ленинский округ – один из самых густонаселенных в Тюмени. В этом году кому повезет с озеленением? У нас большие планы в этом году. Заканчивается комплексное и уже длящееся несколько лет благоустройство Гилевской рощи. Мы планируем благоустроить сквер Александра Моисеенко, который находится возле Тюменского медицинского университета. У нас запланировано благоустройство четырех территорий общего пользования, зеленых уголков, как мы называем, и 15 дворовых территорий. Это достаточно большой объем работ, поэтому мы надеемся, что все будет в максимально корректные сроки, в максимальном участии жителей, все это будет реализовано. Но вот как вы приводите их к общему знаменателю, вот то, о чем Дмитрий Александрович говорил? Это очень непростая продолжительная процедура, и в отношении каждого объекта она выстроена по-разному. Вот в отношении дворов, например. Наш диалог с жителями начинается с момента отбора этой дворовой территории для включения в программу для последующего благоустройства. То есть все жители вправе участвовать, мы их информируем в обследовании дворов. На основании этого обследования составляются определенные акты, потом которые вложатся в основу ранжирования. И когда приходит момент разработки проектной документации на благоустройство того или иного двора, мы приглашаем жителей для диалога. И по некоторым дворовым территориям таких встреч бывает 15 и даже 20, потому что в процессе этого диалога подключаются новые участники, которые услышали о том, что их территория будет благоустроена. Очень часто возникают противоречия, которые мы вынуждены снимать. Как Дмитрий Александрович отметил, кому-то нужны... То есть демократическим путем голосования. ...озеленные территории, да, а кому-то нужны парковки. И это противоречие есть всегда. Я думаю, оно еще очень долго будет, потому что автомобилизация города растет серьезными темпами. И наша как раз задача – это найти какой-то консенсус, выстроить конструктивный диалог между жителями со ссылкой на какие-то нормативные акты, на САНПИНы, на здравый смысл. И, к счастью, это практически всегда, точнее, всегда нам удается. Дмитрий Александрович, а как часто возникает ситуация следующая, когда уже практически двор закончен, да, и тут несколько семей или там, я не знаю, групп людей подходит и говорит, а я не знал вообще, что у вас тут что-то проводится, и переделываете все снова? – Никогда мы не придем к идеальной ситуации. Мы все разные, у нас у всех свои мысли, и всегда есть риск, что найдется один, два или три человека, которые выкажут ту или иную степень неудовольствия конечным продуктам. Но все равно исходим из того, что если большинство людей поддерживает готовую концепцию, значит, на это мнение надо ориентироваться. А все остальное – это вопросы, ну, как говорится, стат погрешности, от этого мы никуда не уйдем. – Сейчас мы сделаем небольшую паузу в разговоре и посмотрим сюжет, посвященный одному из самых, скажем так, одному из уголков Тюмени, который в последнее время стал настоящим центром притяжения, и круглый год туда ездят люди, и, естественно, все обращают внимание на перемены, которые там происходят. Смотрим сюжет. Маленькая Вероника старательно шагает за папой. На лыжах ребенок стоит второй раз учиться всей семьей, приезжают в Гилевку. Говорят, здесь дорожки удобные и воздух чистый. Словом, сама атмосфера располагает к активному отдыху. – Стараемся. – А почему бы и нет? Не на диване же лежит. – Прокат лыж есть. Это тоже очень хорошо. Народу много довольно-таки. В воскресенье приезжали, лыж практически уже и не было. – Очень много было народу. С детьми гуляют. А значит, и место, где гулять должно быть больше, решили власти. Вдоль ручья Ключи появилась новая дорожка. Летом для пешеходов, зимой для лыжников. Причем с укреплением берега. Габионами выложили 4 километра. – Работы выполняются у нас тут почти вручную все. Потом вот эти матрасы тоже вяжутся вручную. Потом засыпается. Малогабаритная техника тут ездит, потому что насаждение. Сохраняем всю естественную природу. И здесь, внизу взору, открывается вся ее красота. Строители уже приступили к обустройству спусков. Их будет два в едином стиле с мостом. А для тех, кто предпочитает спокойный отдых, в Гелевке установят еще 20 лавочек. Не забыли и про чистоту. Обеспечить ее должны 120 дополнительных урн. Но и это еще не все. – Выполнена автопарковка дополнительная с улицы Верной. Место, площадка под турниковый комплексом. Пешеходная дорожка к спуску озера Кривому. Освещение автопарковки. То есть вот эти все работы, которые были намечены по плану и в рамках муниципального контракта, они выполнены практически, вот уже сказал, на 90%. А вот на этом самом месте появится теплая раздевалка площадью 27 квадратных метров. Таких в Гелевской роще будет две. Обе модульные. Сейчас их собирают в цехе, привезут и установят уже ближе к середине марта. Возможно, и раньше сдать объект строители должны к 1 апреля. И это не шутка. Работы идут с опережением графика. Впрочем, отдыхающим они не мешают. Дорожки в Гелевской роще не пустуют даже в будние дни. Иван Викторович, насколько я понимаю, это Ленинский ваш округ. Так точно. Готовы принимать все большее количество людей? Потому что я знаю, что в Тюмень даже сейчас приезжают, в том числе и для того, чтобы пойти в Гелевку. Ну, на самом деле, очень интересный объект появился в городе Тюмень. Потребность в такого рода объектах, она и на сегодняшний день актуальна. Очень давно, наверное, несколько десятилетий, было несколько подходов к тому, чтобы эту территорию благоустроить, сделать более комфортно и интересной для жителей и гостей. И вот в 2014 году была создана комиссия в администрации города Тюмени, где очень активно обсуждались планы, предложения принимались по благоустройству Гелевской рощи. Очень интересно получилось. Очень интересно создана инфраструктура и для спокойного отдыха, и для ребятишек всех возрастов, для спортсменов. И спортсмены отмечают, что там на самом деле тренировочный процесс очень удобно организовывать. Там есть уличные тренажеры, спортивные площадки, которые в летнее время всегда заняты. И вот целью как раз вот этого последнего этапа благоустройства являлось то, чтобы создать максимально комфортные условия. То есть, как мы слышали, там будут теплые раздевалки для людей, которые любят спокойные прогулки, будут сделаны спуски к озеру Кривому. То есть, там абсолютно вся инфраструктура для всех возрастов, для всех интересов будет создана. На многих особенно обрадовала информация по поводу расширения парковочных мест. Да, это очень серьезный вопрос, потому что существующие нормы и требования к лесопаркам такого уровня, они не позволяли, так скажем. И это одно из требований, кстати, экологов, бы максимально все в парковочное пространство закатать, так скажем. Поэтому были определенные ограничения. То количество парковочных мест, которое, возможно, было сделано, сейчас оно добавляется. Но так или иначе, улица Вербная, которая непосредственно соседствует с лесопарком, она в выходные дни так же всегда запаркована и забита. И вот, кстати, в этом году у нас в управе Ленинского округа рассматривается вопрос, чтобы там еще дополнительно одну парковочку сделать. Здорово. Дмитрий Александрович, еще один парк на другом конце города в этом году ждет большое обновление. Я имею в виду Затюменский, которая улица Барнаульская, в районе Оловянников. Что там будет в этом году? В общем и целом, с одной стороны, смысл его похож, Гилевская роща, потому что это еще одно место, большое, еще один большой лес в городе, такого позитивного, будем говорить так, притяжения для того, чтобы горожане оказались максимально быстро и комфортно на лоне природы, не выезжая за пределы города. С другой стороны, все-таки смысл реализации проекта несколько отличается. Вся территория поделена на четыре климатические зоны, это четыре разные смысловые зоны. Они визуально будут отличаться, потому что очень серьезно подошли к вопросам навигации, очень серьезно подошли к вопросу наполнения, будем говорить так, смысловой нагрузкой этого пространства, с тем, чтобы обеспечить и культурную, и даже и образовательную среду для тех посетителей, которые будут приходить в Затюменский. Очень активная, большая работа была проведена с экологами, чтобы не нанести урон той уникальной природе лесопарка, которая существует. И в связи с этим, в том числе все работы, которые производились в части создания парковочного пространства, в части создания сетей, там, часть сетей газовых переносили, максимально выводили за периметр. За периметр. Вместе с тем мы понимаем, что сегодняшний запрос горожан на то, как должно выглядеть то или иное место проведения досуга в Тюмени, он достаточно высокий. Сегодня наши люди привыкли к определенному уровню комфорта и исходят при оценке того или иного объекта, вот не побоюсь этого слова, из хороших мировых стандартов создания подобных мест. И такие подходы старались реализовать и в этом объекте. Недолго осталось ждать готового, скажем так, продукта. Когда вот речь заходит о строительстве или возведении каких-то парковых зон, скверы появляются. Может, они не на самом виду, но они все-таки есть. И вот сейчас мы об одном из них, Льва Ровнина, посмотрим сюжет и вернемся в студию. Маленький Ромка прогулки просто обожает. И сон крепкий, и настроение хорошее. Только вот гулять в третьем Тюменском микрорайоне мамам с колясками негде, кроме как вдоль дорог. А здесь машины. И неудобно, и дышать приходится выхлопными газами. Гулять в основном негде, таких парков нет. Гуляем только вдоль дороги, по тротуарам. Либо по выходным мы можем, если на машине сможем, то куда-то ехать, там, в Гелевскую рощу погулять. Может быть, к цирку ездили летом. А так, в ближайшей доступности, наверное, ничего у нас и нет. До Гелевки без пробок минут 20. До центра примерно столько же. А с капризами малыша поездка и вовсе может показаться бесконечностью. А вот сквер геолога Льва Ровнина гораздо ближе. Для Екатерины с Ромкой он будет всего в пяти минутах ходьбы. В створе улицы Федорова между Меделеева и Семенова. Планировка парка из себя будет представлять замкнутую восьмерку, по которой можно без конца гулять. На эту систему аллей и дорожек нанизываются несколько тематических площадок. Ну и среди них можно перечислить как детское игровое пространство, большая универсальная зона. А еще скейт-площадка, воркаут-зона, тихий уголок. В центре сквера альпийская горка с амфитеатром и сухой фонтан. По периметру велодорожки и парковки. Общая площадь территории чуть более двух гектаров. Учитывая, что это все-таки парк, особое внимание решено уделить озеленению. Насаждениями здесь будет занято около 70% всей территории сквера. Это около полутора тысяч крупных деревьев и кустарников. Проект одобрили сами жители. На общественные слушания собирались дважды. И вот начало реализации идей. Ведутся работы по удлинению дороги по улице Федорова до Федюнинского. Это часть благоустройства. Символично, что 2018 год 70-летия тюменской геологии и 90-летие со дня рождения выдающегося геолога Льва Ровнина. И сквер его имени благоустроят именно в этом году. Дмитрий Александрович, вопрос. Мы обычно своим путем идем или вот в части благоустройства, грубо говоря, допускаем какие-то заимствования? И вообще, вы бы хотели, чтобы Тюмень был похож на какой-то город, я не говорю про российский, может какой-то там зарубежный, или мы вот со своим стилем должны его продвигать и статус одного из самых благоустроенных и лучших городов России выводить до такой степени, чтобы не мы были на кого-то похожи, а на нас стремились походить? Если мы смотрим передовой опыт мировой в целом, то мы понимаем, что все сегодняшние города, наиболее развитые, они развиваются в так называемой концепции смарт-сити. Что имеется в виду? Это та, если поговорить по-простому, то это та концепция, когда все возможности всех городских служб максимально эффективно оптимизированы и нацелены на получение конечного результата в наиболее быстрый срок, плюс постоянная обратная связь с населением и участие населения в принятии управленческих решений. Тюмень сегодня, не побоюсь этого слова, находится в этом же тренде. Мы знаем те инструменты взаимодействия, которые сегодня внедрены и удачно работают. Я имею в виду портал управления городом Тюмень, наш дом. Я решаю, можно продолжить тему и с благоустройством дворов, когда выработан четкий алгоритм взаимодействия. Вообще, для чего же появилась вот эта концепция изначально? Сегодня на планете Земля живет примерно 7 миллиардов 400 миллионов человек. Ну, так примерно. И за прошедшие 10 лет число городских жителей превысило 50% населения Земли. В то время, как еще 10 лет назад процент городских жителей составлял 35% всего. Рост, ну, без преувеличения, галлопирующий. В Тюмени мы тоже прекрасно видим, что Тюмень выросла на 200 тысяч буквально за 9 лет. Да, в среднесрочной и долгосрочной перспективе это безусловный плюс. С точки зрения развития экономики и потенциала территории как таковой. Вместе с тем, в моменте мы получаем сильнейшую нагрузку как на социальную инфраструктуру, так и на все тело города как такового. И вопросы, связанные с благоустройством, здесь они не исключение, безусловно. Поэтому выход, по сути, у нас один. Внедрение подобной концепции и вовлечение населения, чтобы максимально обратную связь слышать и слушать. А уже конкретный человек на конкретном месте или сообщество людей, которые сегодня еще у нас, на мой взгляд, полностью не сформированы, но такие зачатки начинают появляться, должны определять, а что им конкретно нужно. Это вот в продолжении той темы, что кому-то нужны парковочные места, а кому-то зеленая зона. А какова уже будет концепция непосредственного объекта? Тут всегда нужно исходить, на мой взгляд, из разумной меры. Конечно, если есть профессионалы, у которых есть огромный опыт, они готовят одну или несколько концепций потенциального развития территории с увязкой к той реальности, которая существует. Население подключается, анализирует, вносит коррективы, и непосредственно городские службы это уже исполняют. Вот когда такой многосторонний подход к решению проблемы реализуется, тогда и результат неплохой. Какой должен быть наш город, если мы отматываем к тому, с чего начали? Конечно, у нас должно быть свое лицо. Но кроме нас, надо четко понимать, это лицо никто не сформирует, потому что порой возникает заблуждение, что мы хотим, чтобы наш город был уникальный, но эту уникальность нам должен придумать какой-то человек или группа людей, которые прибудут извне. Так не получится. Мы эволюционным путем, я уверен, шаг за шагом должны прийти к тому, чтобы у нас, если хотите, появился свой такой тюменский, сибирский колорит, там, где его еще нет. Роман Викторович, если говорить о территории, за которую вы отвечаете, чего бы вы хотели, чтобы новое появилось, чего не хватает Ленинскому округу города Тюмени? Ну, мы активно развиваемся во всех направлениях, связанных с благоустройством. У нас новые подходы к благоустройству дворов, новые подходы к благоустройству общественных пространств, парков, скверов. Мы пытаемся найти что-то новое из практики других городов и города, и страны нашей, и за ее пределами. Я считаю, что нам есть куда развиваться в части вертикального озеленения, потому что мы достаточно в плоскости уже умеем работать, есть определенные наработанные подходы. Это что такое вертикальное озеленение? Вертикальное озеленение – это, так скажем, фитопластика и геопластика, работа с рельефом и с растениями не только по горизонтали, но и по вертикали. То есть это размещение каких-то объектов озеленения на элементах городской среды, это создание рельефа и размещение там определенных зеленых насаждений, таким образом, чтобы не только какие-то крупномерные деревья на территории были, но и размещались какие-то кустарники и многолетние травы. Ну, по-простому вот так. Интересно было бы, если бы в городе, у нас в целом и в Ленинском округе, архитектурная подсветка развивалась, то есть этого сейчас в нашем городе нет или есть не системно, эпизодично, поэтому если бы это на системном уровне у нас было представлено, была бы какая-то разработанная концепция, она реализовывалась. Я думаю, наш город бы совсем по-другому смотрелся и для жителей, и для гостей. То есть эта концепция когда у нас должна появиться? Надо браться, доделать потихоньку. Вот сейчас национальный проект развития комфортной городской среды, он нас как раз и подталкивает к тому, чтобы на эти все проблемные вопросы мы обращали внимание. То есть не только занимались благоустройством непосредственно территорий, говорят, что те огрехи в градостроительстве, которые есть, их благоустройством уже не поправить. Поэтому нас призывают работать не только в части благоустройства, но и в части вот архитектурной подсветки, навигации городской, начиная от каких-то простых пиктограмм, которые, понятно, доступны всем, заканчивая адресным хозяйством, аншлагами, какими-то световыми коробами, какими-то указателями отдельно стоящими в городе, большими аншлагами. Это большая работа. Действительно, то, что уже сформировано, и та структура города, которая есть сейчас, ну, надо быть реалистами. В ближайшей перспективе изменить нам ее будет очень сложно. И тут нужно те проблемные точки, которые нас не устраивают, обыгрывать и обыгрывать с помощью современных решений. Есть такая поговорка о том, что ошибку повара скроет хороший соус, а ошибку архитектора скроет хороший фасад. Ну, если где-то есть проблемная точка, то надо не стесняться и использовать такого рода решения. Вот так вот, пробуя и глядя на те современные тренды, которые есть, я уверен, что мы обязательно найдем те решения, которые в Тюмени покажут себя с эффективной точки зрения. Ну, будем надеяться, что так и случится. А наша программа подошла к завершению. Я благодарю вас за участие в ней. Всего вам доброго, успехов в деятельности. И до новых встреч в нашей студии. Всего доброго. Всего доброго. Общественное мнение начинает играть все большую роль в том, как складывается облик Тюмени. Достаточно вспомнить недавнюю громкую историю с дискуссией вокруг строительства возможной многоэтажки около ЦУМа. Чем большую заинтересованность мы будем проявлять благоустройству, тем с большей вероятностью город станет таким, каким мы его хотим видеть. И это все, о чем мы вам сегодня хотели рассказать. Всего доброго. И не забывайте смотреть объективно. На все. Редактор субтитров А.Семкин